Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш вопрос и думаю, что могу дать на него ответ ага, значит, по крайней мере, постараюсь это сделать значит, смотрите, какая получается вещь ваш мужчина, он изначально был пассивным, да, то есть, вот вы говорите, что он встречались два с половиной месяца, да и два, встречались около полутора месяцев все было до какого-то момента очень хорошо, хотя в отношениях я была ведущей, он ничего не дарил здесь первый вопрос нравится ли вам быть ведущей в отношениях если нравится быть ведущей то как бы вопрос снять вопрос снять если нравится быть ведущей если ведущей быть не нравится вам ну вот, ну, не нравится просто вот вам быть ведущей но делаете это вы для того, чтобы быть старным например то возникает опять же вопрос тогда если не нравится быть ведущей, то зачем вы старным встречаетесь тогда если какая понимаете это вот амм такой очень очень-очень важный момент ага важно, чтобы вы на него ответили что вам не видит амм при выстраивании такого поведения это важно правда далее значит так он ничего не дали но тебя переспал за меня да хотел встретить был голланд или т.п. так а как позвольте спросить проявляется эмм ведущая роль для вас она проявляется совершенно не в том ээээ что кто что вам дарит например кто что там делает для вас и так далее то есть как вы понимаете ведущую роль мужчины в отношениях ну и вообще роль ведущего затем всегда перенял за меня всегда хотел встретить ээээ был голланд и тому подобное эээ после одного праздника я сделал ему подарок он был счастлив очень этого хотел произошло редкое охлаждение ээээ ну вот здесь у нас ээээ наблюдаются картины когда мужчина эээээ значит ну судя по всему эээээ понял что вы ээээээ вы для него ээээээ вы быть слишком Он не может вам вернуть ничего взамен. То есть не может ответить. И мужчина почувствовал, мужчина почувствовал, что он не справляется. Просто не справляется. Не получается у него. И, соответственно, если мужчина не справляется, то он начинает что делать? Дальше сейчас. Мужчина защищается. Ага, вот. И, соответственно, защищается, он от вас отдаляется. И тогда мы можем говорить о том, что он, с одной стороны, с одной стороны, боится отношений. Он боится близких отношений. Вот. С одной стороны. С другой стороны. он явно чувствует, что не тянет. Просто не тянет. И из-за этого от вас отдаляется. То есть, вот это нужно понимать вам как можно лучше, что, возможно, своей инициативностью вы человека подавляете. Просто-напросто. с другой стороны. То есть, вот подумайте об этом. Вполне возможно, что имеет смысл несколько сказать снизить уровень нашей инициативности. Так, значит, потом спросив его об этом, у него был один ответ. Не знаю. До какого-то момента я терпел, а наши терпели. Надеюсь, что что-то изменится. Но потом его бросил с горяча. Но я люблю его. Так, ну, здесь давайте мы с вами сразу определимся так. Ваша любовь как проявляется. То есть, если вы его любите, если вы любите мужчину, то что-то вы делаете, ну, там, для него, например, что-то вы делаете, вы делаете для кого, собственно. Для него или для себя. Об этом надо подумать вам. Потому что пока, пока, ну, вот, как-то не очень понятный, не очень понятен этот момент. для чего вы делаете все, что делаете, все, что делаете, если любите его действительно. Вот. И говорите, да я бросил его с горяча. Ну, во-первых, если бы любили, то, наверное, ну, принимали быть таким, как он есть. ведь он, он ведь изначально не проявлял инициативу. Значит, если он изначально проявлял инициативу, вы, встречаясь с ним, согласились, как бы, на то, что он будет из себя так. А теперь получается, что вроде как вы отказываетесь его принимать, таких, как он есть. Но это если любовь, то несколько, несколько странная любовь, я бы сказал. Так. Вот. Далее. Ну, вы вполне можете не принимать то, что мужчина вам дает. То есть, вам вполне может не нравиться то поведение, которое он продвигает. И это нормально. нормально, что вам может не нравиться его поведение. Но тогда, если вам не нравится его поведение, тогда давайте подумаем, насколько вы любите его. Ведь при любви поведение другого принимаетесь. Вы не принимаете. Вот об этом я рекомендую вам подумать. Именно об этом я рекомендую вам подумать. Далее. Значит, так. Отвечал однослойно, я заходил в сеть, бросил его, но потом, поговорив, решили снова на связь по-новой. Но все осталось так. Представляете в такой момент, если вы решаете с человеком начать все по-новой, то нужно как минимум договориться о том, чего вы ждете от него, чего вы хотите от него, конь-то конь-то. А то получается так, что значит, получается так, поговорили, к чему пришли, не очень понятно, и что. значит, и собственно, у вас ожидания, и у него ожидания. Непонятно. Знаете, если поговорили, если поговорили, значит, решили проблему какую-то. У вас не похоже, чтобы вы решили проблему, чтобы вы решали ее. Понимаете, не похоже. И соответственно, вот я и рекомендую вам об этом подумать. Вы когда договаривались с ним, когда вы как-то вот решали быть, ну, быть вместе, вы к чему пришли снова? Прогласите, да? Непонятно, к чему вы пришли. А нужно? Нужно знать. Нужно знать, к чему вы пришли. что вы решили. Насколько оправданы ваши ожидания. Понимаете? Дальше. Значит, так. Все, так, по-прежнему не писал, не понравилось мне отправником, а там отмахивался потом. В итоге прошел перерыв. С чем обосновал? Я устроил ему перерыв. знаете, звучит как-то так угрожающе, как будто вы сделали, ну, как будто вы вот согласились на интервью, даже не то, чтобы через силу, не то, чтобы через силу. перерыв. правильнее, правильнее, наверное, было бы сказать, что вы не поняли, зачем перерыв скорее всего вот так вот мне показалось, что вы не поняли, зачем, аперес, для чего он вам, и как бы не отнеслись с пониманием слова мужчины о том, что ему нужен перерыв перерыв. Соответственно, как бы момент почему не отнеслись с пониманием. опять же, если любите его, чувствуете, как он, какой момент, то если вы говорите, что любите, это, ну, накладывает определенные, определенные ответственности на вас. И либо вы принимаете эту ответственность, либо нет. И как бы если принимаете, то уважается, человек, уважаете выбор человека, уважаете его решения, и так далее. Но в важном случае вы, ну, вот, когда не очень кажется, что вы уважаете его выбор, то есть я хочу сказать, что вам больно, вам больно, вы испытываете боль от того, какой выбор делает человек. То есть вам больно от его выбора, то есть вы не свободны, то есть получается, это, ну, не совсем любовь такая вот. Это скорее, может быть, привязанность, может быть, там, зависимость и так далее. Вот. Ну, если это так, то помимо того, что он к любви это отношение не имеет, помимо этого, нужно, нужно, чтобы вы перестали это делать, если хотите, ну, мужчину от себя не отвратить, а то очень это легко сделать. Человека отвратите все от себя, а потом, потом, будете страдать, что он вас бросил, он перестал с вами общаться, да, и так далее, так далее. Вот. То есть это такая довольно дескруктивная позиция. Ну, и, собственно, ваш вопрос, да, что вот вы спрашиваете у него, как ему, словно бы с вызовом, да, словно с вызовом вы спрашиваете, как тебе, как тебе без, ну, без меня, да, вот. Но в тот же момент зачем вы это спрашиваете? В тот же момент. Если бы было плохо, он бы сам бы вам сказал об этом, что у меня плохо, я без тебя не могу. А раз не сказал, значит, что-то тогда получается. раз не сказал, а раз не сказал, значит, ему без вас хорошо. Но вы, вы, получается, вынудили его сказать вам что ему хорошо и без вас. Ну и вот, собственно, вопрос. Зачем? Зачем вы внезали его тут сказать? Потому что руководствовались вы чем? Правильно. руководствовались своими желаниями. Нужно честно спросить себя, зачем мне этот мужчина? Почему именно он? Устраивает ли меня его поведение? нет, то для чего я с ним? Зачем я с ним тогда? Вообще? Ради чего? Это будет гораздо, ну, честнее по отношению к вам. И ему, если честно, тоже. Ему это тоже будет более честнее. Далее, он, значит, написал, что без меня хорошо, потому что скорее всего перестал он чувствовать себя неполноценным с вами. Вот вы ему дарите что-то, да, он ничего не может сделать или не хотел. Просходили два месяца после второго расставания, видим с ним часто. Каждый день учился месяц. Сначала было больно, не ела, не клад. Ну, это выконцентряю, это элементы любого независимости, с этим нужно работать. Но он предложил остаться в коротких отношениях, я пригласил. Зачем? Зачем? Не хотел с врагами оставаться врагами. А как вы ну как бы вы могли врагам это оставаться? Вопрос. то есть ну он был бы негативный к вам настроен. И что дальше? А почему вы не хотели врагами оставаться? Что это для вас значит? Сейчас они меня игнорируют, после встречи, разговора всегда отводят взгляд. Так, ну очевидно, что мужчина задет чем-то в вашем поведении, то есть что-то его прямо вот задело, что-то его прямо не отпускает в вашем поведении, поведении, что-то ему мешает очень сильно, именно поэтому он не может с вами нормально общаться. Ну скорее всего, скорее всего мужчина воспринимает оставание с вами, это вообще нормально. Мужчина воспринимает оставание с вами как прогресс, собственный прогресс. То есть, он не может воспринимать ваше расставание и вас нейтрально. Для него это невозможно, к сожалению. изменил. То есть, он попробовал это сделать, но он не смог. Вот. Ну, что здесь можно сказать? Только то, что мужчина действительно полезно реагирует на прогресс. дальше, значит, так, смотрит меня в сетях, да, интересуется моих подруг по-менее, хотя сам очень ровен ко мне. Как это понимать? Значит, понимать это нужно так, что мужчина боится близких отношений. Он боится близких отношений, с вами боится с вами сближаться. Вполне вероятно, что он чувствует, как я уже говорил, что не тянет до вас ну, просто вот не тянет, не способен он как-то вот обеспечить вас тем, чем вы его обеспечиваете. Вот. Или считать себя недостойным вас, недостойным отношений с вами. Так, в принципе тоже может быть. Вот. Ну, это по большому счету, по большому счету это ничего не значит, потому что если мужчина боится близких отношений, вот, то его исправят только психолог. Или он сам, если у него есть желание. К сожалению. Значит, как его понимать? Ну, так понимать, что мужчина боится близких отношений с самым. Скорее всего боится. Вот. И это в общем, да, это неприятно, очень неприятно, я с вами согласен, очень неприятно, что мое близкое отношение с вами. Но здесь как? либо вы будете все время постоянно выступать инициатором отношений, либо вы будете постоянно выступать ведущим, да, как вы и делали, в принципе. Либо он так и будет бояться взаимодействовать с вами. Он так и будет держать вас на расстоянии, потому что он боится боится с вами близко. Вот. Либо он будет на вас агрессировать. Опять же постоянно. И здесь вопрос только в одном. Что вы выберете? То есть если вы выбираете какой-то вот из вариантов сам выбираете, то все что вам нужно это просто поставить его в ответ. Либо справлять, либо поведением своим дать понять, ну вообще лучше поведением дать понять, потому что мужчины они лучше воспринимают именно язык действий, а не язык слов. Именно от женщин. Ну, если мы про женщин говорим, именно. Вот. Вот так. вы можете в принципе его в нос покорить, вы можете в принципе его в нос к себе привязать, скорее всего под вашей инициативой мужчина согласится с вами быть вместе. Вот. Да. Но будет ли это тем, будет ли это тем, чего вы хотите? Это уже конечно вопрос вопрос. И вопрос, на мой взгляд, очень важный, потому что именно от него, от ответа на этот вопрос, ну, немного не мало зависит будущее ваше отношение. Значит, как ответить на него, вот так скорее у вас не будут плаваться отношения. То есть, если вы хотите быть счастливой, то однозначно не стоит как-то на этого мужчину давить, а вам нужно самой выстраивать свою жизнь. Самой это делать. Самой. Самой, самой, самой. Не надеяться на него, на мужчину. Вот. Ну, соответственно, если вы будете и дальше продолжать инициативу, то это ничем хорошим для вас не закончится. Вот. Значит, вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос на вас решать, конечно, только вам, исключительно вам. Вот. Если есть проблемы какие-то с решением, если есть проблемы с выбором, то обращайтесь к любому из наших психологов, мы вам с радостью поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.